Снова здорово, Ютуб! Смотри, где мы. Мы на рынке распродались. Фенечки я выучила. Ну как, купила книжку цепную молнию. Хочется просто посмотреть, как она будет работать. Ложки немножечко обновила инвентарь. В общем, прикупили, что могли. Ну и нас тут за руку поймали. Ой, господи, Феню. Принца Красного поймали за руку. Типа, давай, утыренный амулет. Короче, джинновский амулет, который он спер у кого-то там. У принца его в инвентаре не было, но, тем не менее, принца все равно поймали. Это очень выбесило, но мы смогли уболтать сразу, чтобы нас отпустили и побырику этот амулет продали. Поэтому мы сейчас сделаем... Че? Мы идем отдавать компас. Не забудь его снять. Да. Пойдем, что ли? Я тебе его отдаю Лоусу, да? Ну, или ей, да. Капитанша у нас вроде как была в этом самом в кабаке на втором этаже, да? Не помню. Я уж плохо помню. Я, честно говоря, не очень здесь ориентирую. Да, блин, в смысле? И ты стой. Че такое? Что? Магистр опять. Стражник спешит к вам, он явно что-то очень подозревает. Нам сообщили, что увидели вора, сбежавшегося. А, они теперь докапываться будут все. А я уже продала, кстати. Увыренно продемонстрирую сумку для осмотра. Накупимаю. Стражник кроется у вас в рюкзаке, залезая в каждый карман и прощупываю каждый ушков. Да в смысле? Подожди, как это ожерелье? Где? Как? А, да, я не продала. Уговори, уговори ее, короче, еще раз. Вот именно ожерелье, блин, я не продала. Все продала, а ожерелье нет, прикинь. Уговори, как в прошлый раз. Так, попытаться загорить зубы, попытаюсь интеллектом объявить себя невиновным. А, ну да, да, да. Успех, слава богу. Успех. Каждый раз. Ну, короче, мы знаем, как с этим бороться. Слава богу, они тупеньки немножко. Так, тетка, вот она. Капитан. Она что-то бормочет. Зачем она продает? Задыхаясь едва ли, замечая ваше присутствие. Где-то поблизости звонит колокол. Колокол убьет в ревогу. И у меня нет компаса. И все, понимаешь? А, подожди, ну, косперитизм. О, точно, там стоит призрак, и в колокол долбит. Дух моряка Стапса. Лол. Моряк-призрак смотрит на капитана с недоброй усмешкой. Глаза его полны ненависти. И все это время он звонит в колокол, не приставая. Он замечает вас и поворачивает голову. Шо, поговорили с капитаншей, да? Видел, как вы щеветали. Так, ты с ней... С ней или отчалишь с нами? Сказать, что вы не любите море. В море скручают скверные вещи. Сказать, что вы поклывете с радостью, если будете уверены в капитане. Сказать, что ему пора ставить паруса. Жизнь закончилась. Можно брать курс на чертоге эхо. Я на вахте. Блин, на убеждение. Я вперед смотрящий, в колокол звоню. Вперед рифа, капитан. Тут нет маяка. Рифа впереди. Ха-ха-ха-ха-ха. Интеллект. Сказать, что ему, что он мертв. Нечего задержаться на этом свете. Успех. Ну, я же на вахте. Впереди рифа. Надо сообщить капитану. Сказать ему, вахта окончена, моряк свободный. Он моргает. Потом еще раз. Соленая слеза течет из призрачного глаза. Колокол замолкает. Он подносит руку к виску, отдавая честь и исчезает. Тетка. Он что-то бормочет где-то поблизости. Звонит. Колокол, да как это звонит, если он пропал? Сказать ей, что больше колокол звонить не должен. И это мне вас следует благодарить? Тогда огромное вам спасибо. Этот треклятый колокол лежит где-то под миротворцем на каменистом мелководье. И мой компас тоже там. Спросить про компас. Компас, скорее всего, на дне, неподалеку от того места, где затонул корабль. Если найдете его, забирайте себе, я не против. О, тебе повезло. Я больше в море не вер... Все равно не выйду. Спросить, где затонул корабль. Ну, мы знаем, конечно. Спросить, что случилось с грузом миротворца, если он вообще был. Может, его имеет смысл поднять? Она бреднеет, как привидение. Ну, это с ума на смерти. Если верить в поговорки. Нечего вам искать груз. Не было никакого груза. По рожняком мы шли. Хоть у кого спросить. А если что и осталось, пусть лежит где лежит. Послушайте меня. Не трогайте груз, который вез миротворец. Ты только что сказал, что его не было. Она отворачивается. Разговор окончен. А лучше... Ой, ой, ой. Мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой. Короче. Здесь есть тряпочка неочемная. Есть чистая книга навыка земли. Зубчатый двуручник. И посох. Короче, мусор. Я беру посох, потому что он самый дорогой. Да. Все. Тебе... Компас, 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 компас. Уи-и-и. Компас, 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 компас. Натягивай назад. Вот, сейчас. Где он там был-то? Ну, подожди. Я сейчас еще кое-что сделаю. Так, я тебе его даже улучшенным отдаю. На кого? На Сибилу. Ура. Вау, улучшенный. Уу-у-у-у. Ура. Круто. Слушай, а у тебя там еще несколько амулетов лежит. Тебе не нужны. Один на некроманчу, если я буду... Дайте тебе амулет пустоты. На куда? На лоуса? Ммм, амулет-морду срежу, да? На некроманчу. Да, да. Я думала, если попробовать все-таки. Второе. Что там будет, интересно. Хотя здесь знания легенды, лидерство и изучить ещё. На самом деле, нам нужнее. Дадьте Мордус. Не, у меня положь чуть-чуть. Ловкость плюс восприятие геомантия, но он такой не очень. Но кинь, кинь на Мордуса. Я щас подумаю. На кого? На кого? На Лоуса, господи, на ложку. Мордуса на ложку. На Лоуса. Так. Но его никуда не задёвывай. Потому что вдруг нужна будет некромантия всё-таки. Беда то, что я не могу его дотянуть без вреда для здоровья. Не задёвывай, не задёвывай хорошо. Не продавай. Так, вот это тогда на ловкости геомантии восприятия. Блин, восприятие 2 это конечно круто. Я не в любви с тобой. Я не в любви с тобой. Я не в любви с тобой. Так, ну в принципе, тут всё с ней, с тёткой, с этой. Теперь чё? Мы можем вернуться. Вот глава, кстати, 4. Овладение силой истока. Я всё ближе к тому, чтобы исполнить свои предназначения. Конечно. Резкое пробуждение. Мы раскрыли в себе ещё больше силы исток. Нужно пройти ритуал пробуждённых ещё раз. И тогда можно обратиться за нашу... Браться за нашу основную задачу. То есть мы должны сейчас прийти к Сиве, к этой я опять. Вот. В пещере кораблекрушит. В деле обнаружилось письмо, написанное рукой королёв гномов. Бла-бла-бла. Нужно хорошенько подумать, кому стоит рассказать. А, кстати, да. Мы же можем сходить к этому, к Лохару, и доложить. Да. Вот. Очень даже надо. Слушай, а как это через перемещение тогда в подвал просто? В подвал таверны, мать. А. Ничего не было. Хотя там вот тема то, что нужно ещё очень хорошо подумать, кому докладывать. Вот и вопрос. А кому? А, у нас же был вариант. Либо магистр мы можем доложить, либо Лохару самому. Ну, я предлагаю Лохару. Хотя, может быть, он нам голову снимет за то, что мы отпустили Мордуса. Ну, если что, я отойду. Да. Это было не моё решение. А я пойду убеждать? Блин, игра, что ты тормозишь? Ну, что такое у неё, видишь? Патч. Лечащий. Целебный. Наркоман. Лохар. Ну, давай. Лохар чешет лоб, под капюшон и смотрит в землю. Заметив, как вы подходите, он суровеет лицом и распрямляет свой весь рост. Уши. Положить, что вы нашли Мордуса и одолели. В качестве доказательств показать его амулет. Лохар берёт амулет и крутит его в пальцы. Затем, с будничным вилем, кладёт его в... Эээ. Молодец. Молодец. Что ты нашёл в пещере? Что? Я возмущена. Ну давай. Что ты нашёл в пещере? Эээээ. Опустить подробности, вот как вариант. Да, опустить подробности, сказать, что Мордус сорвал его д**кин. Я и так это знал. Но раз он правда мёртв, хвала богам. Ты не представляешь, какое доброе дело совершил? Эээ, ты соврала ему. И чё? Я твой должник. Боги... Да вся страна у тебя в долгу. Да вся страна у тебя в долгу. Я прилагаю тебе силы, чтобы его одарить. Вот возьми этот ключ. Он мыкнул его убил их. Он от сундука в казарме магистров на втором этаже. Будь осторожным, когда туда пойдёшь. Если они тебя забьёте, а то убьют на месте. Но там должны храниться полезные вещи. Очень полезные. Так... Напомню, что мы пришли за сведениями. Просить, может ли он назвать кладунов, которые могли бы вам помочь? Да, да, разумеется. Не считая Мордуса, на ум мне приходят трое из тех, кто живёт неподалёку. И кому имело бы смысл стукнуться. Давай сюда карты. Во-первых, демонолог. Мои люди докладывали, что он не так давно тут проходил. Шхерился от магистров. Очень ловко, должно сказать. Зовут его Джан. Я отмечу, где его видели. Он подсказывает, что я не соврала, а отпустил подробности. Вот и всё. Ну он считает, что он мёртв, а мы его отпустили. Ну типа соврала. Следующий вариант. Самый простой, ну или не очень простой, но очевидный. Трекер. Хозяин старого кладбища. Если уж будешь с ним общаться, очень не рекомендую его предавать. Джан. Я всё равно за Джана. Тем более тогда ещё. И есть ещё. Есть ещё одна. Но там может быть облом. Мальфика зовут Сахейлой. Молодая, но очень сильная. Её не так давно отправили в радость. Но кого-то из её народа можно найти поблизости. Поболтай с ними. Мы же знаем Сахейлу-то. Поболтай с ними. Вдруг у них есть план. Как её вызволить? Найти их можно вот тут. О, отлично. Мы теперь знаем, где Эльфа. Нам ещё им нужно рассказать то, что Сахейла у нас там. А дальше где? Они поклонялись этой девчонке. Словно она была их богиня во плоти. В общем, как-то так. Надеюсь, хоть кто-то из них сможет тебе помочь. Сказать, что вы выяснили, что в пещере хранился туман смерти. Полагаю, теперь поздно что-либо скрывать. В общем так. Я не подряжался возить туман смерти. Когое оружие? Даже оружие столько. Пожалуйста. Но не туман смерти. Ни за что. Когда мы нашли на борту магического корабля эту бомбу, мы приказали доставить её в Аркс. Вместе с остальным парохлом. Но я не мог. Я не хотел, чтобы эта штука досталась кому-либо, ни нашим, ни врагам. Ничего хорошего от тумана смерти не бывает. Никогда. Мордус, очевидно, был со мной не согласен, но теперь он мертв. За что тебе спасибо? Я лично пойду и уничтожу туман смерти. Сделаю так, чтобы никто не смог его использовать. Никогда. Сказать, Мордус сообщил вам, что оружие уже на пути в Аркс. Ммм. Лохар резко бледнеет. Нет. Что мы наделали? Ну, на что нам остаётся? Пообещать Лохару, что вы отправитесь в Аркс и не дадите её взорвать бомбу. Мы же ищем приключения, правильно? Я не заслуживаю твоего снисотерина. Надо было раньше обо всём рассказать, но я... Я никаких оправданий себе не ищу. Я делаю всё, что могу, сделаю, чтобы помешать королеве. И предлагаю тебе сделать то же самое. Отправляйся в Аркс, помешая Юстини и дожиться своего. Знаешь, вот в чём проблема этой игры? О, правда. Здесь не хочется говнюком играть. Вот прям таким. Нажись. Вот прям, ух. Вот вообще не хочется. Вот знаешь, где хочется? Вот где кайф от этого ловишь, реально. И где дают тебе отыграть говнюка? Тирани. Где? А, в тебе. Вот там вообще... Ммм. Там текст такой офигенный. Боёвка там, конечно, пипец быстро задалбывает. Но там чисто вот из-за хитросплетения сюжета, из-за того, что тебе реально дают отыграть гниду вообще во все поля. Вот просто тварь. Знаешь, вот это... Мать. Я нашла тебе... О, ёпка, ёпка! Прикрыта будет! О, ёпка! О, ёпка! О, ёпка! О, ёпка! О, ёпка! Два интеллекта. Дай, дай, дай. У меня все есть. Я же маг. У меня есть интеллект. Награды просто. Давай, давай, давай. Смотри, а почему-то странно. Вы выберите награду один к одному, и вы получите. Я не знаю. Чего вы получите? Два слота. Ребята, висите мяч. В общем, смотри, тут два слота такие, как бы, да? Сначала выберите награду, выбрали, и потом внизу вы получите. А, ну это же тебе автоматом дадут то, что внизу. А то, что наверху, ты выбираешь сама. Ты чего, всегда так было? Ты забыла уже? Был такой, да? Тут тоже можно ковню. Не, Ром, то, что здесь можно, это понятно. Но здесь не хочется, понимаешь, в чем разница? Здесь вообще не хочется плохих. Смотри, черная пелена на лоусы. А нет, кто у вас, у вас, некромант среди вас? Ложка. На. Штаны, на. А, штаны, штаны. Штаны! 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 Посох мага даю... О, мага, штаны. Что? Слышь, посох мага даю фейну. Деньги лоус. Деньги лоус. А, еще какой-то хороший пасох. Жалко, я ими не пользуюсь. Черная пелена создает в указанной области облако проклятого дыма, наслаляющую душу и слепоту на всех персонажей в нем. Я думаю, что эти пасохи у вас никогда не ухудшатся. Так, подожди. А где она? А, вот она. А, то есть она работает по-любому, вне зависимости от физической и магической брони? Не походу. Ну, допустим, я уберу вот это и вот это, например, и поставлю вот это. О, обмазываться. Обмазываться, Карл. Так, минуточку, секунду. Слушай, сделать из среднерлунного камня, это который земля, да? Сделать из двух средних одну большую или нет? Ну, сделай. Да сделай, а чё это-то? Пульпикси все-таки красит. Ой, господи. Ты видишь, сколько у них там нормальное? А для чего их еще держать-то? Ну, в принципе, да. А, нет, точно. Слушай, я вот этим заражением не пользуюсь, просто не успеваю даже. А вот надо бы. Им заражением. Because I'm happy, да. Блин, что она и наконец-то свершилась. Господи, я ждала. Я ждала, я верила. Что это случится? Наконец-то. Хоть чуть-чуть выправилось все это. Как-то на более-менее одинаковый уровень. Это, конечно, тоже не песня, но... Ой, все хорошо. Так, мы сейчас что можем сделать-то? Мы сейчас можем вообще... Либо к Джану идти, да? Не-не, подожди, нам нужно еще к этой... К Сиви зайти, еще раз этот ритуал... А, нет, у нас не хватит травы, нам придется идти в лес этих мухоморов этих... Короче, я пошла наружу, если че? На площадь. Опять на торговую площадь? Ну да. Ну че. О, нам надо еще в казармы этих самых зайти, магистров там на втором этаже. Да, у нас же... Да, у нас же... И название прям под тебя, у этих подштанников. Да? Штаны полуночника. Ну да. Ага. Так, второй... А, казарма логани. Сейчас. Ты уже там, нифига себе. Странно. Так, ладно, неважно. Так, какой из этих сундуков, простите? Слушай, а меня как будто не заметили. Ты не забудь, что меня открывать надо, алё? А, ну это... Ну, давай, да. И ключ вообще у меня. Магистерские пояси-хвоздихи. Стебзить. Наша, ты поняла, какой я? Да, игра, что ты делаешь? Стой. А, вот этот запертый, видишь, справа. Справа? У него все открытые. Ну, который вот здесь. Который вот здесь. А, значит, открытые. Ну, у тебя ключ, мать. Да, в смысле, а как? Ключ. 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 Как я его должна применять? Просто нажимаешь и открываешь. Не работает. А кинь мне ключ тогда. Кинь мне все... А как я, типа, не открою с ключом? Ну, если у тебя не открывается, что мы... Это тот ключ? Ключ. У нас крутые штуки открываются. Может, это вообще сумка не тут? Не поняла. Эти горе не работают? Это не тот ключ, значит. А, вот он, вот он. Дай сюда, дай обратно. Пожалуйста, обратно, дай. Все три давай сюда. Потому что там непонятно, где какой. Это самое тупое. А я открыла принцем, а не теткой. Я тупанула, я уже не поняла. У-у-у-ух-ух-ух-ух-ух. Так, а вот и от этого, подожди, ключа. Точнее. Блин, может... А, тренировочный. Давай попробуем. Загрузите? Давай, я сейчас этим восхранюсь, чтоб, если что, там, если хуже будет что-то. Да. Давай быстрее играем. Стой, 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 стой секунду. Я познаю хотя бы то, что я нашла. Блин, где оно? Пипец, это армаз. А, вот, все, нашла. Так, тут опять подштанники какие-то. Но голубые, правда. 42,9, лидерская стойка. Да, это плюс один. Ваша соленая руна. Да. Ну, грузись, давай посмотрим теперь. А что, это все, что там было, что ли? И стрела была еще. Все. И все. И деньга 500 штук. 500, в смысле, монет. Не, ну слушай, у нас сегодня такой, пока шапоголики, я подремал. Потом покурил, кофейка попил. Похоже таки, до финала-то сижу. У нас сегодня вообще плодотворный стрим получается, на самом деле. Я вряд ли пойду спать. Ага. Мы сколько уже сделали, да? Плодотворный. И мало того, что денег наварили. А до Джана не дошли. Ну ладно. В подвал не дошли. Где этот? Нам еще, кстати, пещеру зачистить до конца, нижние этажи, помнишь? Там, где вообще все плохо было. Нужно как-то понять, как до того добраться, этого самого. Слушай, а у меня есть кошка. Может быть, если она, она сможет туда прыгнуть, и я потом смогу с помощью ложки телепортнуться. Ну, там у меня есть возможность менять себя местами с кошкой. Понимаешь? А, понятно. Ну, может быть. Так, подожди только, пожалуйста. Слушай, здесь какое-то порванное письмо лежит. Слышишь, что говорю? Здесь лежит порванное письмо. А с пещерой то и вам пипец как повезло. Что значит повезло? У нас все было по-культурному, красиво. Мы просто пряморуки. Рома, ничего ты не понимаешь. Повезло, понимаешь? У нас там все схвачено было. И то, нам там не повезло, потому что, вон, помнишь, как меня там ковыряли? Все на меня прям с атаками. И то мы выжили. Это мастерство. И ничего более. О, золотой ключ. Старый ключ. Осталось найти замок, который он открывает. А у меня этих ключей, знаешь, уже... Угу. И что толку? Только вот сейчас отказаю в козарме. Один откроем и все. Так, открываю тибилы. Фу ты. Неопознанный лук. Охреновый причем. И двуручная палец, походу. Блин, я еще и на корабле. Не-не-не, я не про то думала. Я про то, чего не было. А почему опять повезло? Мы просто ушли очень мело. Нет? Слушай, а где? Слышишь, что ты говорила? Грузи, короче. Хрень какая-то. Какой-то кувшин, какой-то зелье. Да ты стелешься? Что что? Мы так и будем грузить? До конца времен. Ну, грузи. 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 Грузи то, что хорошее было сейчас второе. Когда-то сохранилось уже. А я не помню, где оно было. Мать, это вообще нельзя оставлять. Это какая-то задница. А это что за место? А, это ой. А, я тебя поздравляю, да. Не уйди куда-нибудь. Грузи. Господи. Чувствую, пещеру зачистите к утру. Да мы вообще не зачистим ее. Сегодня. Скажи. Сегодня? Не, вряд ли вообще. Ой, че, да, это такое. Там слишком много. Там еще боев наверняка будет на три часа. Еще успеется. Да, я уже, по-моему, все умерла. Немножко не этого еще. Я тебя поэтому и спрашивала перед этой серией. Так, а я была нормальная, а потом резко так... И все. Я слышу издалека. Понимаешь? Тут ты же знаешь меня уже. Как мы с тобой играли. Так, это то сохранение? Проверили. Потому что я не ведаю вообще. А, ну, похоже на то. А откуда... Где вот это самое? Да. Ключ от этого сундука. Да, это оно, оно. Тренировочный меч Брианы какой-то. Хрень какая-то. Лоусы. О, Брианы. Господи, когда выйдет новая Игра Престолов? А что ты мне неопознанный амулет кинула? Станы, вообще, какой амулет? Неопознанный амулет-то мне закинула? А, это я, значит, случайно. Пришли, пожалуйста, или я опознаю. Я просто пойму немножко. Сейчас уже. Ух, ну, хрена же ты. Ах ты наша роботизировалась. Ну, ничего, да. Короче, восприятие плюс один. А, вот я уже с нахожу. И пустая ячейка. Да, я даже на кого-то. Два амулет... Э, два... Две руны вообще. Слушай, у тебя там амулеты внизу лежат, слышишь? Мамм... У тебя внизу совершенный амулет, еще синенький амулет пустоты. Ты их не носишь? Прикинь мне, я их потом продам. Вот у тебя есть вот это... Я... Вот ты, понимаешь, ты каждый раз их складываешь с ней определилась. И я обычно на перерывах после стримов нахожу либо там кучу вещей, которые я могла бы себе надеть. Я их надеваю, потому что голожопой хожу обычно. Либо потом мы их все равно продаем. Всегда так было. Давай сразу их скидывай мне и все. Я их, значит, потом на перерыве. За кадром. Нет, без меня ничего не делай. Не смей. Даже к моим вещам. Я тебе вам деньги отдаю. Добытчица. Понимаешь, добытчица, я со своим обаянием уже почти 20 тысяч наварила на продаже купли. Понимаешь? Пойдем... Купли или продажи. Да, иду, да. Уклонение. Че поставить? Вклонение, движение, точность. Точно. Точняк! Я поставлю точность. Извините, я немножко поролась. Пойдем... Блин, у меня пульт пикси закончилась. В смысле она? Зачем я сделаю долбанутую... Ну, закончу. Господи, на тебе еще. Успокойся. Четыре штуки! Ты че? Зажмурилась. Лежит в первой строке моего инвентаря. Зажмурилась. Да я не смотрю. Это твоя проблема. Так. В принципе... Вот, смотри, кстати. На севере от пещеры кораблекрушения находится тот самый монастырский лес, где можно вот эту травку нарвать для ритуала. А он нам нужен... Вот сейчас его нужно провести. Короче, я телепортируюсь. Слышишь, мать? К бухте. Короче, к пещере кораблекрушителей вот этих вот... Я там, короче, тебя жду. Давай быстрее. А это че такое? А, это ты, че? Ты как-то умина. А, вот кто-то ракашку-то убил. Судя по всему. Мать, а давай ты потом... Это самое. Когда потом-то? А, ну мне сейчас надо. Че-то затягивается у тебя там. Ну я... Сейчас. Вы так милы припираетесь, пишет Рома. Рома, я щас тебе так отвечу, что тебе это не покажется милым. Че здесь пикает кто-то? Пищает. А, здесь тупик. Я не пройду на север. Постава. Прикинь. В лес можно только по мосту пройти. Сволочи. Они знали. Ну на мосту, на котором... Нет, нет, нет. Там тоже какой-то мост, по-моему. Или это тот же самый? Я его просто не узнала. Так, компас не трогать. Это знание, легенд. Это наше все. Он после твоей трогу. Он у тебя вообще в инвентаре, мать. Везучесть вообще. И вообще ничего не трогай. Никогда. Эй, стеричка! Так, а куда мне эти так телепутся? В Дрифтфуд... А, ну Дрифтфуд поля тогда. Блин. Здравствуйте. В смысле? Ну пошли по мосту. Так в рейду по мосту. Ну, чтобы пойти по мосту, нужно в Дрифтфуд поля телепортнуться. Понимаешь? Как? Я же к тебе потелепортировалась. Почему я тут оказалась? А, ты телепортировалась тоже теперь? Ой, мать, иди сюда. Иди сюда. Дрифтфуд поля телепортнись. Да я просто к тебе. Смотри, смотри. Смотри, что здесь есть. Смотри. Смотри вниз. А, игра успешно. Смотри вниз. Смотри вниз. Озеро тумана смерти, а моста нет. Смотри. Смотри. Ого. Ого. Музло, слышишь какое? Да. Должен быть обход. Слушай, мне кажется, мы телепортнуться можем все. Ну да, но оно стоит того. Лучше через лес пойдем, заодно травки наруем для сивы. А, не работает. Так, она подвинет. Не, 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 я не пойду. Я не самоубийца. Поздравляем. Дебила. Что с них взять? В смысле? Как? А делайте с автосохранения, пожалуйста. Судить. Ого. Среди боже ж мой. Что с ними не так? Другой мост. У меня сейчас такие, опять, вьетнамские флешбеки с ведьмака, когда я там всех дебилами назову. Вьетнамские? Ты как этот ветеран вьетнамской войны, честное слово. Пройди, ведьмака. Звучит так. Причем здесь ведьмак и вьетнам? Ты не понимаешь. Ты не понимаешь суть этого выражения. Куда тебе до нас? Ничего ты не понимаешь. Ты не прошла те битвы, которые прошли мы. Причем поляки и вьетнам. Ты не убивала архидемона. Кроме того, что они гастарбайтеры. Господи, ничего ты не понимаешь, Джон Сноу. Ничего. Все, пойдем через мост. Через того жирного, да? Чувака. Там одну монетку ему заплатить. Надо было найти единственный клочок тумана новостей. Ну, Ира умеет, да, Ира могет. О, слушай, интересно, по этому дереву можно пройти? Смотри, смотри. Можно. Чуть-чуть, она что-то сказала, а я протыкала. Блин. Ну, играю на нейтроматику. 14-15 тысяч опыта, Карл. Мы Джана, по-моему, нашли. Реально, Джан! Джан впереди! Джан! Я вижу клетку. Привни кто-то здесь. Джанчик! Джан, знаете, здесь на кого похож? На Дункана! Ай, господи! О, в лесной темноте вы замечаете человека, наблюдающего за клеткой. В ней существа, словно выползшие из ночных кошмаров. Джанчик, бери-бери-джанчик! Несмотря на угрожающую близость чудовища, он выглядит уверенным в себе. Даже величественным и совершенно расслаблен. Шагни вперед! Выйди из теней! Так постарел! Возмужал! Я хочу взглянуть на странника, который заблудился в лесу. Вообще-то я с ним должна говорить, у меня с ним квест. Мой личный. Так, на секундочку. Еще поговоришь, подожди. Показать на клетку и сказать, что он подбирает себя. Нет, сначала выйти из теней. Тот, кто открывается, становится слабее. У тебя было преимущество передо мной, но ты потерял его. Он неожиданно пристально смотрит на вас, и вам кажется, будто вы на чашу весов, а на другую неизвестная вам мира. Но я ведь тебя знаю, не так ли? Конечно, да, я тебя знаю. Тот, кто больше, чем принц, но меньше, чем король. Тебе послышало, что он сказал «морда»? Да? Угу. Я слышала, да. Тот, кто провел пальцами по манящей коже демона. Кивнуть, вы первый, единственный красный принц. Гордость. Такая примитивная эмоция. Но нет покоя в голове, Венце. И я, как никто другой, знаю, что это правда. Да, он же королевич там. А, ты же не знаешь об этом. Да, но это не твоя королевская кровь заставила меня пристально следить за тобой, принц. Нет, все дело в твоей истинно-родословной, более древней, чем сама империя, прородушившая тебя. Пробужденного я узнаю всегда. Он вздыхает, как вам кажется, удовлетворен. Но его взгляд перескакивает с вас на демонов, а потом обратно на вас. Дороги сегодня особенно пыльные, верно? Могу я угостить тебя стаканчиком? Я хочу дурить. Да. Улыбнуться и сказать, что звучит это замечательно. Разлив иного два бокала, он вежливо кивнув головой и предлагает вам один из них. Твое здоровье. Звон бокалов эхом разносится по лесу, констрастируясь с отвратительным скрежетом демонических зубов. Да, за твое доброе здоровье. Теперь позволь представиться. Я Джан. Важнее всего... Ага, то, что я охотник на демонов. Менее важно, что таких, как я, склонны преувеличением называют хозяевами истока. Хозяевам истока сказать, что вы как раз ищите таких мудрецов. Само собой. Именно этим занимаются все пробужденные. И сразу отвечая на твой следующий вопрос, да, я стану тебя учать. Если сперва ты хочешь, ты сделаешь для меня. For me first. Боюсь, я просто вынужден просить у тебя услугу за услугой. Признаю, это немного вульгарно. Но это необходимое значение. В общем, был высокомерным. Когда в день замешаны демоны. Да, да. А сейчас такой поучительный старикашечка. Какой прожилый. За алкоголик, знаешь. Старикашка, алкоголик. Еще. Думаю... Скучающий такой, знаешь. Думаю, ты не удивишься, когда узнаешь, что именно демон вынуждает меня просить тебя о помощи. Я уже давно охочусь на него. И вот сумел найти его след на далеком острове. Остров Краговый мой, дай угадаю. Он указывает на северо-восток. Вы ничего не видите, кроме серой воды и плотного тумана, где проявляются и исчезают какие-то призрачные формы. Я знаю, что он там. Это подтвердили мои добрые друзья, сидящие в клетках. Но, к сожалению, я не могу достичь цели. Остров окружает туман смерти, а через туман смерти не пройти даже мне. И тут на сцену выходишь ты. Спросите, чего он хочет от того демона, которого охотятся. Боюсь, что ответ прост и прозаичен. Я хочу, чтобы он умер. Но поверь мне, смерть одного станет спасением для душ многих. Считай это экзаменом. Убьешь демона, и я стану твоим учителем. Ничего. Ударить пичок. Ударить по рукам. Тогда позволь пожать тебе руку и описать цель. Личина демона или его оболочка, никто не знает точно. Это ящер, которого знают только под именем адвокат. Господи. Кликухи, блин, платные зоновские. Кликухи, да. Как и все такие твари, он очаровательный. Он исполнен доброты. Он предложит тебе то, что ты желаешь больше всего на свете. Будто бы не прося ничего взамен. Но никто не может получить что-то от демона, не отдав ничего взамен. Повторяешься. Мой совет – атаковать. Прежде чем он успеет, произнеси хоть слово. Если же ты решишь пренебречь моим советом, если заведешь с ним беседу, то тебе останется лишь одно – говорить «нет». Запомни это и никогда не забывай. Есть ли какие-то советы, которые помогут добраться до острова? Туман смерти ухатывает все подходы к острову и спустится над обвалившимся мостом, ведущим в… А, сгустился над обвалившимся мостом. Мостом. Все, короче, поплыла. Не, мостом. Правильно, мостом. Мостом. Ведущим на остров Адректусского тракта. Конечно, одним туманом дело не ограничивается, но мои глаза не способны разглядеть волшебные чары. Кроме того, дальше на берегу я заметил шлюф. Но, конечно, тихая и приятная лодочная прогулка не будет испорчена, как только ты доберешься до укрытия туманов, укрытых туманом смерти вод. Вы хотели бы больше узнать о природе этого острова. У этого места странная, в чем-то ироничная судьба. Когда-то здесь была академия, где обучали искусство охоты на демона. Теперь же это останки сна, выпадрушенного и ставшего кошмаром. Говорили, что когда-то давно там провели неудачный обряд экзорцизма. И на несколько коротких мгновений на волю вырвался могущественный демон. Если бы не доктор Дэва, все побережье жнеца могло бы стать таким же, каким стал остров кровавой луны. Но доктор сумел сдержать демона, и его кровь пролилась на берега облеченного острова и окружила его туманом смерти. Доктор никогда не жалел о саде. Я однажды встречался с ним на званом вечере в Арксе. Доктор Дэва показался мне весьма эксцентричным, но он мерит взглядом. Разве не все мы эксцентричны по-своему? Спросите, откуда он знает, что вы пробужденный? Он улыбается, словно ребенок, а словно ребенок просил рассказать ему о птичках и пчелках. Я знаю, потому что я знал других, похожих на тебя. Их судьбы были сплетены во зло или во благо судьбами самих богов. Я сражался с врагом из врагов и победил его, пусть ненадолго. В ароматных садах я встречался с самим истоком и испил влагу жизни из уст его. Я встречал куда больше двух тысяч новой зимы и буду жить, покуда самое время не сомкнет свои усталые глаза. Поверь, я знаю, кто ты и кем можешь стать. Господи, можно было проще ответить. Покажи, что он пора в путь. Че ты хочешь от него? Ступай по дороге мудрости. Так, теперь выйдите из диалога, я сейчас с ним пойду поговорю. Подожди, Джанечка. В лесной темноте замечательный человек, а зачем торгуешь? Ух ты же, мать твою, диетическая кола. Мать твою диетическая кола. Ооо, магат. Магат, магат, магат. Лук. Алый. С дыркой. Дает навык стрела с небес. Так у меня же все равно еще. Панцирь. Так и называется. Панцирь. 22 магической брони, 104 физической. Я его, чувствую, куплю себе. Или Феня. Или кому-нибудь, господи. Сила 1. Пирокинетика 2. Аэротургия 1. Сопротивление воздуху 10 процентов. Нам советуют 15-м уровня только. Да, это качели. Там монстры, помнишь, какие были? Ты меня любишь, Джанечка? Да тут у Джанечки подговорить, конечно, не так легко, как хотелось бы. Это... Ой, прям хрен подговоришь. Зараза. Давай вот тебе. Такая музыка здесь какая-то. Напоминает, кстати, музыку из Fable очень сильно. Из первой. Оооо. Ну, Джана хрен подкупишь, реально. Не так просто. Черт, проще будет купить за полную цену, если честно. А вот интересно с Феней сравнить. А как-то так получается. Здесь как-то... Равно депрессивно, знаешь. Так, ладно. Придется раскошелиться. О, Господи. Это вот этот остров Жнеца, я вижу. Так. Пипец. Весь такой в нарывах. Порчи, жизнь на грани, жизнь на смерть. Слушай, а Порчи что там? Какое физическое, вроде понятно. Порча дофига всего хорошего делает, на самом деле. Крутая, но... Ну, блин. Там нюансы свои. О, я наконец-то амулет продам этот. Ну, вот этот. Джиновский. Все. Угу. Самое бывалое приключение Джиши. Что ему твои 222 монеты? Ну, да! Ну, в смысле? Слушай, здесь есть сапоги следопыта. 22 магической брони, 32 физической. 10 сопротивления яды, 2 инициативы, 3% уклонения. Ловкость 12 требует. Пояс, пояс. А, нет, кольцо. 43... Слушай, мне нужно, да. Кольцо, 43 магической брони, мастерство охоты и перекинетика плюс один. Мастерство тоже один, да? Да. У меня такой стоит приблизительно. Плюс такое, у меня плюс восприятие, плюс 3 восприятия, плюс еще военное делоство. Тебе вот. Ну, в сумме два кольца. Так. Что еще здесь есть? Лук. Вот я тебе озвучу просто, чтобы ты знала. 8-10 воды атакуют водой. В нем еще есть дырка, можно... То есть... Лук 8-10 воды, причем есть дырка, ты сможешь туда водную добавить еще рун, и будет больше воды. 38-47 физической, 2 ловкости, накладывает эффект охлаждения, вероятность успеха 10%. Накладывает эффект слепота, вероятность успеха 20%, и дает навык стрела с небес. Ну, понимаешь, если ты потратишь ее один раз, у тебя будет второе еще, понимаешь? Да. Ты уверена? Они не перекрываются. Они не накладываются? Вроде нет. Не помню такого, чтобы они накладывались. Ребят, не помните? Накладываются, кстати, эффекты. У Иры, кстати, будут... Да, вот мне Рома пишет, что у тебя будут цифры другие, даже лучше, потому что у меня стрельба не прокачена. Я сейчас... Сейчас выйду. Сейчас ты посмотри на этот лук. Сейчас я только с ним поговорю. До свидания у тебя замечательного человека, бла-бла-бла. Ухмыльнуться и сказать, что вы вовсе не заблудились совсем, а наоборот. И что же это означает? Что ты с какой-то совершенно определенной целью на твоей шее тяжелое бремя, гермо предназначения? Он неожиданно пристально смотрит на вас, и вам кажется, что вы начащий висок. Так все то же самое. И мало времени прошло, да? С тех пор, как сердце чуть не выскочило из груди из-за твоих чувств. С тех пор, как твои руки касались чего-то нежного для твоих пальцев. Он что-то про меня знает. Он с моим демоном, по-моему, говорит, даже сейчас тебя преследует отвратительное видение. Не окажусь тебе куском плоти, кишащей, опаравшими. Твои пальцы тонут в жижи, которая когда-то была моими глазами. Да, я знаю, как они устроены, жильцы вроде твоего. Внимательно посмотреть на него. Это наверняка... Да, это Джан, демонолог, которого вы ищете, бла-бла. Подозрительно оглядеть его. Полезть в рюкзак за дневником, чтобы освежить в памяти приметы того, с кем я должен встретиться. Сказать ему, что это было так давно, вы едва помните остальные детали. Внезапное сознание вызывает у вас слабость в коленях. Вы как будто вот-вот упадете лицом вперед. Вдруг он выхватывает кинжал и приставляет его острие к вашему горлу. Сделать шаг назад. Предупредить его, что и вы с оружием обращаетесь ловко. В красках описать ему, куда вы засунете этот кинжал, если он сию минуту не уберет его от вашего горла. Отойти, да. Спасибо. Я прошу прощения за свое не слишком галантное поведение, но я вижу тебя насквозь, как ты и желаешь. Я вижу то, что внутри тебя. Ты, Лоуса. Это кошмарное сочетание, которым страшно даже помыслить. Пробужденное вокруг сердца, которое обвился демон. Чего ты обижаешь меня? Более того, ты принесла это с собой ко мне. Зачем? Сказать, что он знает, что вам нужно. Свобода. Сказать, что вы пришли за помощью и хотите, чтобы это создание демона изгнали навсегда. Да. Хочу. Опасное слово. Хочу. Подразумевает желание. Мы слишком намногое готовы, чтобы получить то, чего жаждем. Никто не знает этого лучше, чем твой демон. Он делает шаг назад и скользит по моим взглядам в его лице бесстрастно. Поверь, лучше всего я разбираюсь в демонах, и ты давно прошла стадию обычной держимости. Твоя душа все еще принадлежит тебе, потому что эта душа пробужденная. Разбираясь с тобой, я рискую всем. Конечно, я не смогу отказать тебе. Я сделаю все, что смогу, чтобы изгнать демона после того, как ты сделаешь то, о чем я попрошу. Ага, понятно. Ну, короче, это да. В дом он нас к себе не пустит. Обидно. Так, сейчас я, сейчас я это самое, короче, тряпочки. Не, ну можно, конечно, его заболтать и сходить. Че? Домой. Домой должен? В смысле, можно. Ну да, ну, дверь-то открыта. Она красненькая, мать, дверь красненькая. Зайдешь, тебе голову снимут. Матерь Божья. Какая красивая стала. Тут был именно лук, да? Эпический, наверное, да? Искатель сердца? Алый, алый. Прям такой. Подожди, Искатель сердца он называется? Серьезно? Блин, это самый лучший лук с самой первой части. Ну, точнее, с предыдущей. Он в лесу находится и, видимо, он у Джана остался почему-то. Лол. Забавно. Ну, слушай, вот он, например, урон наносит 38-47, а у меня вообще-то 48-50. Ну, потому что арбалет, но не забывай, что лук он меньше жрет. Ну, он минус движения, конечно, но ловкость мне нужна, очень нужна. Ну, смотри сама, если тебе не надо, я не буду тратить. А сколько он тебе там стоит? Ну, он довольно так неплохо стоит. Я не помню, сколько, но прилично. То есть, если тебе это не нужно, это будет очень большим расточительством. Ну, вообще, нужно, конечно. У меня тогда слот память освободить. А ты его будешь освободить? Этот лук. Буду, буду, конечно. Точно? Да. Конечно, буду. Блин, вот это, конечно, бы на феню надеть, перкинетика. Там плюс две ловкости, вот в чем дело. И, понимаешь, у меня тогда память освободится. У меня, в общем, короче, два навыка у меня не будет. Но у меня будет один. Зато я смогу в гримуаре освободить один. Понимаешь? Под что-нибудь другое использовать. Если у меня будет лук это давать. Стрелу с небесом. Знаешь что, давай я пользуюсь тем, что мы с Джаном поговорили. Закончим серию. Потому что мне сейчас с инвентарем должно будет разбираться. Ну и в следующий уже как раз двинем и этот лес обшмонаем. Соберем травки, вернемся к Сиве. Пройдем еще раз ритуал, потому что нам надо. Она там, скорее всего, умрет на наших руках. Тетка. И потом можно будет продвигаться. Здесь, кстати, какой-то храм. Здесь тоже наверняка Мочилово какой-то будет. В общем, план есть. Это главное. До Джана дошли. Тоже хорошо. В общем, Ютуб, спасибо тебе. И давай, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok.